Я твой друг, я тебя не наврежу, ой! Всем хай! С вами Юджин и сегодня, друзья, мы с вами играем в долгожданную Bendy and the Dark Revival. Продолжение той самой Bendy and the Ink Machine, которая у нас выходила на канале. Мы все эпизоды с вами прошли, можете здесь с ними ознакомиться, прежде чем играть в эту игру. Заодно освежите память о том, что происходило в этой игре, в чём сюжет. Потому что я, если честно, ничего не освежил и уже плохо помню, это было много лет назад. Но я думаю, нам сейчас всё объяснят, мы всё будем по полочкам с вами раскладывать потихонечку и узнаем всю историю. Хотя, может быть, это вообще будет не особо прям связано. Я думаю, будет связано прям... Возможно, это приквел. Мы всегда вольны выбирать. Верить, во что мы хотим верить. Но когда ты отходишь назад... Когда ты по-настоящему вспоминаешь, где ты был и что ты делал... Твоё прошлое становится... А, твоё прошлое... Начинает тебя пожирать. Поэтому в прошлое лучше не заглядывать вот настолько сильно. Прошлое нужно отпускать. Уметь отпускать. Это очень важно. Июнь... 18 июня 73-го года. Как графику они обработали. Как они... Они настолько лучше сейчас сделали визуал. Я прям вижу уже отсюда. Обожаю, когда вот такие маленькие стартапы... Начинается просто с небольшой демки. Вот ты, малыш. И тебе еще осталось несколько фреймов. Так, хорошо. Я, возможно, не буду успевать все переводить, поскольку они быстро говорят. А я еще думаю о всяких других вещах, которые я хочу вам рассказать. Я, в общем, говорил, что... Время для приключений. И время поправить сенсу. Как обычно у нас эта история с сенсой. Давайте чуть-чуть побольше. Но слишком. Слишком. И все равно слишком. И, кстати, нифига себе. Вы видели? Сейчас, полная сенса. Мы видим своего персонажа. Как ее зовут, интересно? Ну-ка. Одри ее зовут. Ох, офигенно. Офигенно. Так вот, прикольно, когда такие маленькие демки превращаются в крутые игры. И ты видишь, как анимация улучшается. Графика улучшается. Подача истории улучшается. И теперь все здесь не такое, как было в той игре. Когда, знаете, такая сепия. Просто все одного цвета. Здесь уже видны краски. Колу. Ммм. Колу обожаю. Вот что за мир был бы без Кока-Колы, да? Согласитесь. Ну, или не согласитесь. Может быть, вам не нравится. Вау. Хорошо, у нее уже крыша едет. Потихонечку так съезжает. Судя по всему. Кто такой? Нейтан Арк. Извините сразу, если я буду втуплять по поводу сюжета и по поводу персонажей. Я, как я сказал, игра давно была очень у нас на канале. Я подзабыл, что здесь было. Но я буду потихонечку вспоминать. И вы в комментариях можете прямо сейчас написать в комментариях какой-то там рекэп. Краткий пересказ. Суть основную. Будет интересно почитать. И также лайк поставьте, раз уж вы там. И подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы. Поставьте колокольчик. Это очень важно, друзья, на самом деле. Правда? Они меня заперли? Куда я положила свой ключ? Так. Найдите. Ключи от офиса. Вот, нам указывают, куда нужно идти. Мы, кстати, пока не можем бежать. Можем просто идти. Стоп. Перепрыгнуть нельзя. Почему здесь... Кто сюда это поставил? Начинается... Начинается жуть. Ой, обратно прям идти в самое начало игры? Это как в Эндертейле прям. Ты идешь в самое начало игры, когда уже столько прошел. А? М? Что? А, вот. А, вот и ключ. Смотрите, если я буду не успевать переводить, то я буду потом на монтаже добавлять голос сверху. Чтобы вы не удивлялись, что вообще происходит, почему, допустим, я молчу, а голос идет. Ну все, теперь мы можем отсюда выйти. Короче, мы с вами полностью игру пройдем. Я думаю, по-любому. Поскольку у нас уже есть первая часть, почему бы полностью не пройти вторую? Не очень дружелюбный коридорчик. Эй, кто-нибудь здесь есть? Здесь нет ничего. Я когда вижу печатные машинки, у меня сразу рефлекс. Это сохранялка. Но это не так. Кто выкатил? Кто выкатил эту швабру с ведром? Уборщик, ты здесь? Офигеть. Я ухожу позже уборщика. Я настолько ответственный аниматор, которая погружена в свою работу. Без остатка себя отдаю. И вот к чему это приведет. ArcGate Pictures. Это что-то... А, так называлась эта студия? Да, очень детально все. Анимации, нажатие кнопки. Вау! Ты кто? О-3. Уилсон! Уборщик. Ты меня напугал до смерти. Прости, дорогая. Не хотел тебя напугать. Ты сегодня поздно работаешь. Такая красивая девочка, как ты. Не должна ходить здесь одна. Не против, если я... Войду? А... Нет, конечно. Спасибо, Одри. Блин, он совсем не подозрительный. Тебе кажется, не помешает компания. Ребята, у нас тут ремонт. Если вы слышите это, извините, пожалуйста. Ничего не поделать с этим. Я в новую квартиру переехал. Везде ремонтируют все. Так. Прикольная неделька выдалась, да? Просто великолепная. Потрясающе. Ооо, как, кстати, лифт сломался. Что это было? Скажите, что мы не застряли здесь с вами. Не волнуйся, дорогая. Это просто небольшая... Небольшой сбой в системе. Часто случается такое в последние дни. Не бойся. Почему ты такой крепыш? Посмотрим, что мы можем найти. Пойдем. Крепыш не в смысле крепкий, а крепота. Старина Уилсон тебя защитит. А кто защитит меня от старины Уилсона? О, боже. Ты с такой скоростью собираешься идти? Я так понимаю, мне нужно все самой делать, да? Нет, он, короче, щиток включит нам свет. Мы можем говорить с ним? Оу. Вот мы где. Еще немножечко переключателей осталось. Следуй за мной. Будет прекрасно. Будет совершенно безопасно. Идите за... Мистером Уилсоном. Иди быстрее, мистер. На самом деле, может быть, он так нарочито злой, чтобы мы подумали, что он злой, но на самом деле он нормальный мужик. Ну, ну такая манера говорить у чувака. Ну, что поделать. Может быть, он прокурил, пропил свой голос за все годы. У него была тяжелая жизнь, судя по его внешности. Поэтому не будем его судить. Не будем судить поспешно. И пойдем с ним в любые темные коридоры, которые он скажет. Потому что он наверняка хороший человек. Давайте из этого исходить. Но здравый смысл подсказывает, что это глупо. Вот так вот на веру принимать его доброту. Лучше остерегаться. Потому что у людей, у которых внешность такая, есть вероятность, что они склонны к насилию. Конечно, это не факт. Но... Кажется, кто-то тут баловался с выставкой. Тут должно быть что-то на каждом из этих пьедестайлов. Одри. Милая Одри. Сделай должение, старичку. Иди-найди. А я займусь энергией. Четыре... О, боже мой, какой четыре. Шесть предметов должно быть. А можем это? Нет. Не может... О! Мы можем это взять? Это очень нужно. И больше мы рычаг... Рычаг дернуть не можем. О, боже мой. Боже мой. Так, тут это и предыстория. Получается, стоп. Вот это. Можно открыть. Так, так, так. Тут шестеренки. А, стоп, она здесь не нужна. Я шарю. Господи. Долбит просто в стенку. Простите, простите, если вы это слышите. Надеюсь, микрофон не ловит. Что за предметы должны быть? Может быть, фигурки какая-нибудь? Или... Это должно быть что-то увесистое, мне кажется. Или нам вообще на другой этаж нужно идти. О, нет. Кстати, почему-то в этой игре нельзя бегать. Я не знаю. Может быть, потому что это еще начало. И пока, ну, персонажу нет повода носиться, как сумасшедший. Это на самом деле интересная штука. То есть, в контексте персонажа, просто я сейчас объясню. В играх есть такая штука. Я забыл, как называется. Короче, какой-то там дизонанс. То есть, когда ты играешь за персонажа, который в катсценах говорит, ой, там, как важна человеческая жизнь. Но при этом ты бегаешь во время геймплея и убиваешь кучу людей, кучу врагов. Например, у Uncharted такая фигня есть. Ты там просто сотни людей вырезаешь, просто губишь поколения целые. А потом ты такой весь добрый, классный чувак. Вот здесь то же самое. По сути, персонажу нет смысла бегать здесь. Зачем? Да? И тут создается интересная ситуация. Я не могу бежать, но хочу. И персонаж получается, что она как бы хочет бежать, но не может, потому что социальные рамки говорят, ну, смысл сейчас бегать здесь. Это будет странно. Но позывы внутри есть. И я и есть этот позыв. Это же очень прикольно. О, куда это мы забрались? Паркур! В жопу сковывающие рамки! Залазим куда хотим. Нет, ладно, мы не можем. Тут можно было, кстати, прочитать. А! Стоп. Погодите. Правильно, все, да. Вот. Предмет еще один. Господи, они прям повторяют первую часть. Мы же тоже самое там делали. Все, мы теперь видим, какие предметы. Музыка, игрушка, бенди, чернили. Мельница. Книжка. Музыка. Неужто ты нам нужна? А как мне тебя достать-то? Тут нет никакого замочка, который можно было бы открыть. Хорошо. Вот игрушка. Забрали. Да, с анимацией они, конечно, поработали. Молодцы. Игрушка есть. Музыка. А, чернилица. Прекрасно. Потом нужна еще книжка записная. И что-то музыкальное. Книжки наверняка будут вот здесь. Вот ты где. Иллюзия жизни. А, нашел тебя. Просто пластинка нужна. Кажется, я все собрал предметы. У нас есть инвентарь какой-нибудь? О, нет. Мы можем только выйти из игры. Не нужно. Кладем бенди. Есть. Музыка. Тут у нас что? Чернильница. Осталось еще один предмет. Это книжка. Да, мы все собрали, получается. Ну, давай, мистер Уилсон. Ты закончил? Как вовремя? Одри. Осталось только одно. Дерни этот рычаг. Нет, не этот Одри. Такой. Вот этот рычаг. Старины Уилсона. Все, свершилось. Уилсон. О, Одри. То, что ты сейчас запустила. Что происходит? Чернила зовет нас, моя дорогая. Разве ты не слышишь? Что? Не бойся. Мы идем домой. Остан... Остан... Остановитесь. О, остановитесь. Слушай меня, Одри. Слушай внимательно. Внимай моим словам. Потому что очень скоро... Ты все забудешь. Отпусти меня. Ты оказался злодеем. Иди, найди меня, Одри. Иди, найди меня. И я покажу тебе твое предназначение. Я покажу тебе... Браб. Это не может быть реальностью. А теперь... Мы умрем. Что? Что ты делаешь? О, нет. Нет. Как так? Как так? Совершенно неподозрительный человек оказался злодеем. Но это, опять же, еще не конец. Мы не знаем. Может быть, он покажет нам правду, где... Вот он совсем в другом свете предстанет перед нами. Бенди. И... Dark Revival. Что означает... Перерождение, оживление, темное оживление получается, да? Сейчас, есть ли какие-то значения еще у Revival? Возрождение. Оживление, восстановление, возобновление. Оп! Сепия! Снова! Нет, нет, нет. Мы чернильный монстр. Что происходит с моими руками? Что с моими руками? Что с моими руками? А вот это его портрет. Одри. Что с тобой стало? Она говорит сама с собой. Покиньте студию. О, посмотрите. Каждая хорошая история начинается с тайны. И порой все кажется непонятным в начале. Истина будет освещать твой путь. Не бойся того, кто ты есть. Бойся только того, чем ты можешь стать. И изгони это. И изгони это. Из себя. Твой лучший приятель. Твой лучший друг. Так, хорошо. Все записки хранятся. Как всегда. Сразу давайте собираем предметы. Кто-то плачет там. Я хочу увидеть зеркало. Я хочу понять, как я выгляжу. Скотч? Скотч нельзя? О-о-о. Уилсон знает твое предназначение. Человек, который убил чернильного демона. Расслабься. О-о-о. Я прочитал наоборот. Вот это забавный способ читать. Но это хороший способ писать детективы. Ты пишешь сначала преступление. А потом пытаешься его распутать. Не пытаешься, точнее распутать. А скорее просто вот эти все детали преступления, которые у тебя в голове есть. Ты их просто раскидываешь. В какой момент они будут открываться. То есть с задом наперед все. Хорошо, мы можем войти сюда. Что за светящиеся... Какие-то типа подсолнухи, похоже. Добро пожаловать домой. То есть та студия, скорее всего, мы даже и не знаем, кто мы такие. Мы думаем, что мы Одри, но мы были... На самом деле все время здесь, возможно. А не в той студии. А может быть... А не знаю. Все же непонятно вначале. Потом станет ясно. Джиз. Господи. Ты, возможно, подумаешь, что я рисовал котят таким же способом, как люди смотрели на меня. Я никогда не видел столько разочарования во взгляде человека. Но... Вот такой вот ход вещей. Если руководство не может платить по счетам, тогда банк забирает все добро себе. И все равно это разрывает мне сердце, зная, как я любил эти старые мультики, которые производила эта студия. Ну что ж, времена меняются. Жизнь идет своим ходом. Телли Уэстер. Кто ж там плачет? Присесть. Погодите, вот, начинается управление. Бежать. Пока бежать тоже мы не можем. Внимание. Дети машины. Это Уилсон. Ваш друг. Ваш защитник. 211 дней вы жили с демоном, который вас преследовал, но я его изгнал. Взамен, я прошу об одолжении. Среди вас незнакомая девушка молодая. Приведите ее мне. Джои. Джек и я интересуемся, сможешь ли ты встретиться с нами, учитывая нынешнюю ситуацию. Мы ждали уже слишком много лет и чувствуем, что мы достаточно сил вложили в успех Бенди в прошлом. В наших интересах сохранять эту компанию сильной. Мы просто хотим помочь любым способом, которым можем. Давай поговорим. Сэмми Лоренс. Целая куча записок. Бенди меня пугает. Он сейчас будет, да, появляться сзади. Кто-то закрыл. А, нет, не закрыл. Слышу замыкание, как будто бы вода наэклиризована. А может быть, нет. Это что? Телепортер. Линкер. Соединитель. Чего с чем? Не знаю. Надо, присели. Просто идем пока что. Странно. Я не думаю, что вот это чернило вязкое будет такие отражения давать. Блики, точнее. По-прежнему не можем бежать. Пока еще нет кого. Чернило капает. Тьма распространяется по этой студии. Тени крадутся сзади тебя, вокруг тебя. Нечто жаждет твоей испорченной плоти. Оно близко. Так близко. Оно тянется, чтобы схватить тебя. Чтобы задушить тебя со спины. Ты почувствуешь его дыхание на своей шее. Оно близко. Короче, нагнетать начинают мне тут. Я уже был здесь. Но в образе другого человека. Но я был здесь. что? Что? О! Какие-то части я собрал. Я не знаю, для чего они нужны. Что-то скрафтить? Воу! 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 Что за мразота? Бутчер Гэйнг! Банда Мясников! Они были в первой части. Я помню их. Смотрите. Мне только что поступил звонок. Джои Дрюи. Джои Дрюи. Мертв. Какой тихий конец для такой неординарной жизни. Последнее, что я слышал о нем, это то, что он жил в какой-то зашарпанной квартирке в центре города. Я практически слышал крыс, которые шуршали за стенами, когда я говорил с ним по телефону в последний раз в апреле. Несмотря на это, старина Джои звучала довольно-таки счастлива, когда мы говорили. Как будто он снова стал тем радостным, полным надежд молодым человеком, которого я когда-то знал. Ну что ж, прощай, друг. Что останется с твоими творениями теперь? Идем дальше. Прикольно, теперь можно куда-то лазить. Интересно, какие еще механики новые добавят? Это что? Шифт, чтобы бежать. Начинается. Это чтобы спрятаться. Сейчас, наверное, будет банды мясников. Побежали. Стоп, тут ста мины есть. Тогда не бежим, пока нет смысла. Пока нет смысла тратить ее просто так. Она нам понадобится. Немножко-немножко меня это задело. Воу. Перестаньте. Чернила капает. Оно... Я почувствую позади его дыхание. Оно захочет меня задушить сзади. А-а-а. Слушайте, я был здесь уже? Какое ощущение, как будто я был здесь. И не зря такая музыка играет. Я точно здесь был. Здесь можно спрятаться, но и отсюда мы еще и появимся, если сдохнем. А мы, скорее всего, сдохнем разок-другой. По-моему, мы здесь точно были. В первой части. В последних эпизодах. Ба! Я сломаю, простите. Автосейв. Лезем выше. А-а-а! Блин! Вот это... Вот это ты неожиданное! Стоп! Сломо! Сломо! Нет! Бежим, бежим, бежим! Куда? Бегите, прячьтесь! Но так, чтобы он не видел скорее... О-о-о! Боже мой! Должно спрятаться-то! А-а-а! Сюда, наверное? Ну, только сюда и можно. А что, он теряет меня из виду? Я же прям... О, блин! Класс! Классно сделали! Они не могут открывать эти двери. О-о! Кто это? Но он ее слушается. Так вот, сон, меня. Что, можно прям выйти уже, да? Наверное. Ага. Мало здоровья? Берите хавку. Окей, ясненько. Хавка, я так понимаю, здесь у нас. То есть мы просто попьем чернилы. О, я бы много этого не пил на этом твое месте. Оно помогает подлечиться, но потом... Такое послевкусие. Не очень вкусно. Спокойно, я тебя не трону. Тебе нужна помощь. Не трогай меня! Так что такое? Что это за ужасное место? Да, я помню, как я впервые сюда попала. Я знаю, страшно. Но тебя повезло, на самом деле. Машина могла превратить тебя в... Искателя. Ты имеешь в виду ту штуку, которая меня атаковала? Нет, это... Это из... Банды той. Я ничего не понимаю. Я не могу думать. Все болит. Ты скоро все поймешь, если останешься живых. Урок первый. У Искателей нет ног, и они собираются в стае. Слушай, нехорошо оставаться в одном месте слишком долго здесь. Двигайся. И оставайся поближе к теням. Воспользуйся моим советом. Иди на верхние левелы. Уровни. Там безопасней. Могу я пойти с тобой? Ты не можешь. Прости. У меня волк. Ему не нравятся незнакомцы. Волк? Как я сказала, ты поймешь слово. Удачи. Надеюсь, мы снова встретимся. О, да и еще одно. Помимо всего прочего. Держись подальше от чернильного демона. Что за чернильный демон? О, ты узнаешь, когда увидишь его. Он любит улыбаться. И он убивает все, что движется. Погоди. Как тебя зовут? Меня зовут Элис. Мне не очень это нравится. Я Одри. Что ж, Одри. Добро пожаловать в студию. Значит, нам нужно подняться на верхние уровни. Задача ясна. Мы можем снова дернуть рычаг? Нет. А, теперь просто идем дальше. Вот этот чувак из банды испугался этой девочки. Элис. Что это? Записка. Здесь лучше всего оставаться незамеченным. Никогда не заходи в то место, где ты не знаешь, что творится. Если ты будешь действовать в лоб, у тебя будет очень много проблем. Это просто будет глупо. Тебе нужно смотреть, слушать. И когда будет нужный момент, продвигаться вперед. Твой лучший друг. То есть, здесь надо будет реально внимательно все делать. Все смотреть. Я же не очень внимательный человек. И в какую сторону нам идти? Обычно идти надо туда, где свет. Но, может быть, и нет. Может быть, нам нужно сюда сходить. Может быть, здесь есть... Стой, не, погодите. Нам нужно наверх, на верхние этажи. А это вниз куда-то. И там было закрыто. Я уже увидел. Не пойду туда. Не пойду туда. Не хочу там ничего делать. Стоп. Здесь можно спрятать. Нет. Здесь ничего нельзя. Но лучше осматр... Наконец-то. Мы выглядим, на самом деле, очень круто. Ну, это и секси, стильно и драматично. Здесь какая-то улыбка, как будто бы, на лице читается. Это тело не ее тело. Это ее аватар в этом мире, в этой студии, да? Получается. Где игрушечный человек? Послушаем. Да, знаете, эти ребята из корпорации Джент какие-то странные. Каждый раз, когда я приходил на работу, они оставляли еще больше странных, бесполезных гаджетов. На прошлой неделе они установили какие-то странные электрические башни по всей анимационной аллее. На этой неделе они добавили кодовые замки, чтобы открывать двери. Боже мой. Какой работой, по их мнению, мы тут занимаемся? Потому что, как мне казалось, мы тут делаем игрушки и дурацкие мультики. Это не Форт Нокс. Понимаете, о чем я говорю? Теперь это моя задача присматривать за этими отправленными щитами и помнить кучу рандомных чисел. Нет, блин, спасибушки. Я просто запишу код от двери здесь, чтобы я не забыл потом. Код 451. И если мистер Дрю и мистер Грей спросят, вы не от меня его узнали. Спасибо. Спасибо за код и продвигаемся дальше. Опа! Еще приблуда всякая. И еще чипсы. Мы их съели. Она сразу ест. Тут нет инвентаря. Нет, 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 не, не, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Фух. Я ж думал, сейчас на меня нападут снова. Какая сопля мерзкая, чернильная тянется. He sees everything. Он все видит. О-о-о-о-о-о-о. Стоп, еще. Кажется, Арк Гейт Студиос, со всем ее незаслуженным обожанием, так жаждала впитать в себя работу всей жизни этого чертова шарлатана Джо и Дрю, что они так и не поняли до конца, чем обладали. Возможно, это судьба, что я просто случайно оказался там, на посадочной станции этим утром, когда доставщики уронили одну из коробок, она открылась. А внутри было нечто особенное. Масса желтой стали и красивые заклепки. Какая-то машина. Никто не знал, что это такое. Поэтому эти дураки и просто поставили ее всем на обозрение. Но я вижу, что это устройство хранит в себе секреты. Секреты, которые могут стать моими. Честно, меня эти маленькие скримеры задевают. Я пугаюсь. Где? Вот там, да? Получается, у нас всегда есть указатель. Это, кстати, очень круто. В прошлой игре не хватало этого. Хотя, с другой стороны, и поэкспорить тоже можно, и позапутываться во всяких местах. Так, мы снова открыли эту дверь, где был чувак, только что стремный. Здесь нет ничего. Стоп! Ключ. Два ключа. Ага. Теперь нужно главные врата открыть, да? Есть. Опа, немка. Мы съели. Она как бы про запас идет? Ну-ка, это что такое? Какая-то капсула с чернилой. Или кровью. Вау! Как она бы додумалась, что нужно это сделать. Смотрите, мы полностью теперь чернильные. Так. Опгрейд. Что мы хотим сделать? Стамину или здоровье? Давайте стамину. Я думаю, мы будем бегать больше. Так. Новые механики. Они интересные. Что это? Опа. Барахлишко. Что-то мы однажды научимся из этого крафтить. Оп. Что за пролаг был? Что-то сейчас будет. Пролаг не просто так. Вот. Откройте дверь. Нет? Ага. А, и как раз таки мы ключ нашли. Вот замок. Интересно, насколько ощутимо стамина прокачалась. Иди, не бойся. Иди, не бойся. Все будет хорошо. И в надежных руках, Евгения, я справлюсь. И тем более мы стамину прокачали. Уж то, что оббежать мы можем. И не только можем, но и умеем. Черт! Слушайте, в этой игре они гораздо страшнее. Сохраните игру в любой момент. Конечно. Спасибо. Где, где, где? А, вот. Сохранить. Это снова линкер? Наверное. Тут будет что-то спауниться здесь. Ладно, продвигаемся дальше. Нужно немножечко больше динамики. Это что? Это похавать. Это сохранялка. Это не то, что сохранялка. Ринкарнаторная получается. Куда, куда, куда? Батарейка. И что такое? Какие-то опять части мы взяли. А, вот, смотрите. Вот дырка. Сейчас выбьет стену. Нет. Кто-то должен выбить стену. В какой-то момент. Возможно, все затрясется, и стена рухнет. Может быть, нужно... Нет, не надо. Спрятаться не нужно. Вот сюда пройти, да. Оу, закрыто. Стоп! Что-то там пульсирует. Очень неприятно. Какой-то чехол для батарейки. И здесь можно спрятаться. Вот саспинса добавляет эти штуки, в которых можно прятаться. И здесь можно... Нет. Спрятаться нельзя. Какой-то хапка-хапка в мусорке. Стоп, а мы сюда ходили? Нет, мы здесь не были. О-о-о. Эти статуи начинают меня пугать. Окей. Помнится, в Бенде в первой части было такое, что если ты очень долго ходишь и не прячешься, то постепенно появляются чернильные демоны. Ты просто прячешься, и все сбрасывается. Как бы... А, вот мы с другой стороны вышли. Ключ как раз-таки второй, да? Мы сейчас применим. Снова заперто. А-а-а. Сломайте замок. Чем? Ну-ка. Я готов к чему-то новому в моей карьере. Я строил металлургические компании с нуля. Занимался нефтяным бизнесом. И даже политика однажды. Этот Нейтан Арк, они говорили. Он обладает волшебным касанием. Но я жажду немножко веселья. Я думаю. Чего-то, чем я и народ могли бы одинаково наслаждаться. Мой сын посоветовал кино. Открой студию. И хотя я, как и все, люблю хорошее кино, но магия анимации... Вот это нечто особенное. Мой старый друг Джо понимал, каково это, когда персонаж оживает. Упакуй, Господь, его душу. Может быть, с танцем с бубнами и небольшим денежным вложением я смогу воскресить прошлое. Я запутался немножко. Нужно вот в эту сторону идти или в какую? Вот, кабинет. Руководство придумало новый способ поощрять своих сотрудников. Вместо того, чтобы доплачивать за сверхурочные, они вместо этого дают маленькие жетоны, которые можно использовать в местных вендинговых машинах. Помимо того, эти жетоны не представляют никакой ценности. Очевидно, очень много людей не с восторгом приняли эту идею. Но самое лучшее в этом всем то, что через неделю кто-то придумал способ создавать поддельные жетоны, которые одурачили эти вендинговые машины. Мы начали называть фейковые жетоны слагс, то есть слизни. Теперь я что-то не могу припомнить, когда я в последний раз видел реальные жетоны. Эти слизни повсюду. Наверняка вся эта закуска обошлась студии в кучу денег. Хадсон Дойл. А, вот они. Слизни, да? Это все не настоящие жетоны, но они работают. То есть это как бы уже и настоящие жетоны получается. Просто они выданы не за сверхурочные, а просто так. Потому что людям нужно. Батарейки. Я не понимаю, для чего мы их собираем. Стоп. И вот эти части. Когда же мы увидим уже, для чего все это? Мы зашли сюда, чтобы что? Чтобы что найти? Опа, смотрите. Какая-то штука. О, вот это похоже на оружие на самом деле. Это что, воркбенч? Мы здесь можем крафтить? Не зря же здесь такое вот золотистое светится. Нет, мы не можем ничего здесь сделать. Ладно, пойдем дальше. Фодри, это Элис. Ты слышишь меня? Да. О, это устройство общения дистанционного. Типа мобилка. Да. Одри? Я так рада, что ты в порядке. Элис. Я думаю, у нас разные представления о нормальном. Ты где? Возле входа в анимацию. Хорошо, значит ты поднимаешься наверх. Используй все, что ты можешь, чтобы... Сломать дверь, короче. Что там было? Тут кто-то есть. Найди какую-то там трубу. Что? Find gent pipe. Gent. Что такое gent? Я не знаю. Срочно найди... Ба! Тихо, тихо, тихо. Прячемся, прячемся. Там ползает в вентиляции. Gent. Это имеется в виду мягкая труба. Что за мягкая труба? И где она может быть? Здесь нам нужно... Видите, нужен ключ еще. Нет. Мы сюда ключ уже вставили. Нам нужна труба, по которой, видимо, мы сможем пройти куда-то. Я не видел никакой трубы здесь нигде. Может быть, вот здесь? Нет. Стоп! Вот он. Вот указатель. Что? О, нет. А вот и труба. Там слишком темно. Нужно включить свет сначала. А это куда? А это куда? Где у нас был свет? Где его надо чинить? Стоп! Кто там? Открой! О! Если я найду тебя, я тебя лицо оторву! Хорошо. Лучший способ избегать проблем. Просто делай так, чтобы тебя не было видно. Это стелс игра теперь. Ну-ка. Что ты есть такое? Ой! У меня так подбородок висит. Как будто там нет кости. Ну, он же чернильный. Ну, очень, наверное, без костей. Хорошо, хорошо. Работай. Продолжай работать. Very good. Все, я смог уйти. Что? Крекеры? Стоит их вообще брать, если я все равно не коцаюсь пока что. Я просто так их использую. Так, нет предохранителя. Найдите предохранитель. Где я, блин, я его найду? А правда, что ли, возвращаться? У того чувака? Что такое? Что ты весишься? Не получилось что-то скрафтить, да? Ты тоже не понимаешь, как это делать? Тогда мы с тобой чем-то похожи. Стоп. Осторожней. Здесь нельзя выглядывать так из-за угла? Нельзя. Осторожно подходим. Он нарекаясь скрафтил нам предохранитель. Вон, туда нам нужно идти. Дашень сюда, а еще дальше. Оп. Во! Черт, он увидел меня! Как он меня увидел? Потому что я встал. Надо было на корточках. Да, надо было на корточках сидеть. Куда? Давай прилежимся. Отлично, все. Он не пролезет? А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не смог пролезть. Надеюсь, он только не оббежит. Я просто слышал, он бежит где-то. Ладно, мы справились, мы справились. Все окей. Капсула. Погодите, мы же здесь были уже. Стоп, вот указатель. Блин, вот хоть он есть, но я все равно... Как-то мне очень трудно разглядеть его бывает. Опа. Кухня закрыта. Он даже говорил, что кухня закрыта. Ах ты, петушиный подбородок. Ты будешь мне всю игру мешать? Ладно, нам нужно просто не подниматься. А? Не психуй. Оу, оу, он идет сюда. Прячемся. Мы просто часть стола. У меня просто чернила в бочке. Я видел чернилевого демона, я видел его. Короче, он просто бесится. Мы здесь не одни. Как ты меня... Он мне все равно увидел. Все равно увидел. Открывай, закрывай. Черт, черт. А! Что-то я взял, что-то я взял. Не знаю, что. Закрыть дверь. Нельзя. А! Прячемся сюда. А! Он тут же теряет меня из виду. Окей. Все. Теперь хорошо. Мне кажется, теперь мы можем спокойно пройти. О! Хорошо, ты меня не увидел. О, что там жрет? Идем. Что-то мы здесь не заметили явно. Вот. Светится. Это предохранитель в торте. Ну что ж. С днем рождения меня. Надо вернуться обратно теперь. В целом мы можем просто пробежать и там спрятаться. Но я не знаю, какие сюрпризы там меня ждут. Так. Во-первых, он идет ко мне. Анна, пофигу. Пофигу на него. Просто бежим. Стамины нормальны. Нам хватит. Он нас догоняет. Ой, догоняет. Сейчас стамину восстановим. Оп. Восстанавливаем. И бежим. И бежим. Ты ж... Еще один! Сколько вас здесь? Фух. Их двое! Я думал, это один и тот же чувак. Либо он просто заспаунился здесь. В общем, надо учитывать это тоже. Так, хорошо. Работает. Наконец-таки. Идем. А теперь нужно добраться до этой трубы. А, нет. Это в какую сторону? Указателя нету. Скользкий дядя. Сами скользкими ручонками хочет до меня добраться. Я сначала подумал, что у него этот предохранитель где-то из кармана нужно вытащить. Идем спокойно. Это где-то в эту сторону? Да. Да-да-да. Это сюда. Что? Нет, мы здесь не были. Машина должна терпеть. Не заходи ко мне. Тут есть... Тут есть вот этот рекордер. На закате каждой великой империи нужно прятать сокровища. Мистер Кохан поручил мне сделать опись и надежно спрятать важные артефакты Джо и Дрю в местах, где их никто не найдет. Я уверен, это звучит вполне легально, верно? В общем, я буду оставлять несколько подсказок в округе, чтобы мы смогли найти их позже. Ой, я случайно выключил, извините. Просто помните, что эта идея была не моя. Значит, вот моя первая подсказка. Я наконец-таки нашла хорошее применение этим дурацким мотивационным постерам. Они теперь точно помогут. Поверить не могу, что я это сказала. Угу. За мотивационными постерами какие-то штуки будут спрятаны. И здесь есть записка. Мы играем с огнем, и это точно. Сначала Джент заходит и проводит эти огромные тяжелые трубы над головами всех. Наверное, они весят тонну. Затем Джо открывает заведение для туров для публики широкой. Мы, правда, это все продумали? Музыкальный департамент Сэми постоянно затоплен. И когда я проводил тур на прошлой неделе, мы почти что лишились целой стены, когда вентиль взорвало. Тупорылые туристы аплодировали, думая, что это часть шоу. Я понимаю, что Джои хочет подзаработать немножечко налички в последнее время. Но это, это просто напрашивается на катастрофу. Один хороший несчастный случай, и начнется прям, начнется шквал проблем. Хадсон Дойл. Продолжаем идти. Блин. Вот, мы наконец-таки здесь, и мы... Что это? Оружие. Теперь я могу себя защищать, наконец-таки. Отлично. Ну все. Итак. Черные лужи. Зовут. Вот, мы, как раз, кипахаваем. Все забираем здесь. Короче, все, что находим, берем. Загребаем. Не нужно ничего оставлять на потом. Ну давай, давай, сразимся, давай. Подох сразу. Что, не такое теперь сильное? На тебе, сволочье такое. Чертов, блин, кальмара мордой. Что мы... А, лутать можем его. Мы его залутали. Ну, ничего не получилось. Ничего не взяли. Что теперь? Идем, наверное, к трубе, пообщаемся с Элис. Элис. Кто такая Элис? Вон она. О! Сразу двое! И разные, и женщины, и мужчины. И все мертвы будете сейчас, через секундочку. А как? Можно блокировать как-то? Стоп. Что? Кто это сказал? Нельзя блокировать, кстати говоря. Мы собрали какие-то штуки. Погодите. Может быть, есть все-таки какой-то инвентарь, который мы можем использовать? М-м-м, нет. Ничего, я не вижу. Я не вижу, что мы можем что-то использовать. Ладно, надо сохраниться обязательно. Пойдемте пообщимся с Элис по-любому. Стоп, нет. Ну, вот что должны сделать. Все, никакой Элис. Мы сами себе предоставлены, и сами можем разобраться теперь. Правда, у нас хп чертовски мало. Как открыть дверь? Дверь, как тебя открыть? Доску не пробить. Ну, рычаг можно дернуть. Воу, 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 воу. Черная лужа зовет меня. Нет, черная лужа. Ты одна из нас теперь. Черные лужи прислали подарок. Что это? Я вижу лица, как будто бы. Все эти души, да, людей, они заперты в этой черниле. О, боже мой. Что это было? Какой дар ты мне прислала? Что я взял только что? Я не понял. Какой дар? Какой дар? Слушайте, нам бы закупиться жратвой. Воу! Да я тебя убью. Да я тебя убью спокойно. Ты видел, что у меня в руке? Хватит. Я открою дверь. А, он без ног. Смотрите. Что? О, красиво. Очень красиво. Способности. Способности чернилы к вашим услугам. Используйте способности, чтобы отправить монстров в черную лужу обратно. Когда вы присаживаетесь и не замечены, взаимодействуйте с игроком со спины, чтобы изгнать их. Это даже здоровье вам немножечко даст. Хорошо, давайте подойдем. Изгнать! Ага, не ожидал. В лужу обратно. А здоровье где? Что-то не восстановило. Ни хрена мне здоровье. Ладно, тогда просто батарейки возьмем. Я что-то не помню, для чего батарейки еще нужны. Пока ничего не объясняет. Мы их собираем и собираем. Вендинговая машина. Хавать. О, нас остановило. Они знали, что я буду прокоцаны здесь. Так, здесь ничего нет интересного. Проходим дальше. Смотрите, это не работает. Вот. Что, мы должны прыгнуть? Этот прыжок, Вера, я точно не буду совершать. Найдите способ перебраться через бездну. Бездна, я найду способ перебраться. Будь уверена. Открой. Ну все, как только появилось оружие, я чувствую себя чуть-чуть более раскованно. Батарейка? Смотрите. Кто? Где? Что-то сюда можно вставить. Я пока не знаю, что. Мы найдем позже. А это что такое? Опа! Крафт! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Или это не крафт. Это обмен. Хорошо. Exchange. И-и-и. Мы меняем одно на другое. Но для чего это? хорошо разберемся по ходу дела я думаю как мне перебраться туда вот телега давайте толкать ее вперед нет значит назад а может право можно нет а я вижу вот ручка мы сейчас туда протиснем сюда вниз скорее есть и что-то у нас новый вот он идет я хочу его изгнать в лужу ой их слишком много там это знаете как видосах так выглядываешь смотришь на кошку она на одном расстоянии потом раз она ближе еще раз она еще ближе ну изгнать изгнать пополнили здоровье немножечко а тех мы я думаю просто убьем что так это сожрать иди сюда иди сюда а есть у даже не прокосал меня забрали напал внезапно отходим слушайте они все равно не достают нельзя нельзя уклоняться как-то маневрировать надо просто бить если уж решил бить просто бей просто прими что ты прокатся стоп здесь трещина нельзя пробить где можно ломать их да их можно ломать не знаю это даст нам что-нибудь или нет пойдемте дальше здесь нужен какой-то от это рефил батарейный рефил погодите батарейный рефил но у нас же есть батареи вот сюда надо а что у нас здесь всякие детальки 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 собираем не думаем это наши последние дни здесь я точно вам скажу люди собирают свои вещи в коробке инструменты пропадают вы прям чувствуете в воздухе витает запах паники но мы ребята джента мы просто наблюдаем из теней мы запираем двери и продолжаем наши исследования мистер грэй уже нам дал небольшой намек все хорошо когда один корабль тонет другой покидает док мне просто нужно держать свою чернильную машину в безопасности в этом хаосе это ключ к многим открытиям зачем мы сюда забрались помимо вот этого просто же тонечки собрать нет мы еще дернуть рычаг хотим слышали дверь не надо было ничего перезаряжать никакие батарейки опять опять и там подохните подохните бориса не стал убивать он клёвый ну все а ты что бэнди маленький бэнди это манка естественно сейчас он станет гораздо больше и свирепее нет нельзя его ударить бэнди ты настоящий невероятно все порядке я тебя не обижу я обещаю все в порядке видишь я твой друг я тебя не наврежу ой ой прости но нет не бэнди нет такой я обещаю все хорошо прости я не владею собой так гребаная рука мне тяжелая рука просто неуклюже это что со мной происходит все он на нас обидится и начнет сейчас он туда убежал но мы за ним не можем последовать к сожалению не стучите никаких визитеров уходите так держите закрытым стоп что просто коробка для чего ладно значит нам нужно постучать очевидно ток-ток кто там это ты фил я сказал что не открою дверь пока не придет мне картины я нарисовал их вернуть черт нам нужно вот здесь включился нужны картины 5 картин вот сюда да короче пять картин мы найдем следующей серии друзья если вам понравилось то поставьте лайк подписывайтесь на канал потому что следующий доступ это очень скоро поэтому вам нужно подписаться чтобы не пропустить новый видос а мне нравится пока что единственное что я чувствую уже предвкушаю что возможно в этой игре будет очень много этого сходи кучу предметов найди принеси и пройди дальше последних частях чептерах этой игры я помню очень прям подбешивала но пока что очень интересно поэтому скоро увидимся друзья сам был вижен и всем 5